Уже не первый год жители Ворошиловки твердят о том, что утром из поселка невозможно уехать, а вечером проблематично вернуться обратно. Из-за этого людям приходится ходить на остановке Московского шоссе через железнодорожные пути. Ну, Ворошиловку, потому что это такой отрезанный ломоть от города, что туда не проехать, вот пройти только через переход. Вот. Если идти туда на округ, на 24-ке или 21-й, который заезжает на Ворошиловку, то легче людям, которые идут, перейти сюда и сразу сесть на свой транспорт. А 24-ка ходит, по-моему, раз в час, если я не ошибаюсь, пока она до Мичурина доедет, а потом обратно. Конечно, все сложности вот в этом переходе. Если бы сделали нормальный, люди бы нормально ходили, или даже бы мост сделали бы какой-нибудь. Проблема с транспортным сообщением в поселке Ворошиловка была всегда, рассказывают местные жители. Здесь ходит автобус номер 21, который приезжает, по мнению горожан, очень редко. А маршрутки и автобусы под номером 24 тоже сложно застать. Люди считают, что интервалы движения по расписанию не соблюдаются. Особенно в вечернее время после 19.00. На станции Лагерный переход через железнодорожные пути оборудован и в целом безопасен. Однако не всем он удобен. Ну, он же далеко, подальше-то он есть. Ну, бабулькам вот таскаться тоже. Ну, и 20 минут. Это вот надо потратить еще плюс 20 минут. Неудобно далеко обходить. А как ближайший путь, поэтому и пользуемся. Бывает, что маршрутки не дождешься, автобус в город не идет. А нужно в город съездить. Надо наладить, наверное, чтобы регулярно ходил транспорт. Не с интервалом в час, да, и не с интервалом в полчаса. Достаточно достать большой промежуток. Поэтому всем хочется, конечно, чтобы было... Ну, как обычно, мы подошли на остановку, но максимум 10 минут, да, чтобы интервал был. Большинство людей переходит к остановке автовокзал по железнодорожным путям, рискуя своей жизнью. Горожане говорят, что просили власти оборудовать здесь переход. Но пока проблема остается нерешенной. Живем здесь давно. Сколько раз были выборы, столько депутатов нам обещали сделать этот переход. Вот, а вот и не так. Транспортная проблема затрагивает как взрослых, так и детей. Так как в поселке нет общеобразовательной школы, детям приходится пешком ходить из учебных заведений после занятий. Надо сказать, что часть мальчиков и девочек забирает автобус из школы в Приокском. А тем детям, которые учатся в других учебных заведениях, приходится добираться пешком до Московского шоссе, чтобы доехать до Альма-Матер. Будет ли решаться эта транспортная проблема, покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации.